Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала ТДК-42. С главными событиями к этому часу познакомлю вас я, Роман Копняев. В начале выпуска обозначим его главные темы. Картина нерадужная. Президент Казахстана Касым Жомар Токаев недоволен положением дел на промышленных предприятиях страны. Депутаты области одобрили выделение средств на строительство музыкальной школы в Туркестанской области. Также на сессии Маслихата Акимрегион обозначил проблемные вопросы, требующие решения. Трудоустройство не на бумаге, а на деле. В Уральске прошла ежегодная ярмарка вакансий для молодежи. А теперь об этом и многом другом более подробно. Низкая конкурентоспособность и производительность. Несмотря на поступательное движение экономики вверх, все еще остаются проблемные моменты, без решения которых невозможно дальнейшее развитие, сказал президент. Причем это признают и министры, и Акима на местах. А ведь буквально недавно открылись новые предприятия и было объявлено о грядущих проектах на миллиарды тенге. Ответы на вечные вопросы, кто виноват и что делать, искали наши корреспонденты. Самый большой рост инвестиций, по данным Статкомитета, наблюдается в Западной Казахстанской области. Однако доля в общем объеме финансирования у региона составляет всего 4,4%. Конечно, не только в нашей области такая картина. Например, в столице и в Мангистауской области наблюдается снижение денежных вливаний, несмотря на хорошие показатели. На самом деле ситуация выглядит не столь радужной. Внешняя и внутренняя конкурентоспособность казахстанских отраслей остается невысокой. В глобальном индексе экономической сложности 2017 года Казахстан занимает только 81 место из 133 стран. Поэтому важно не только увеличивать объемы, но и усложнять корзину производимых и экспортируемых товаров. В нашей области есть что показать. Например, трансформаторный завод, возведенный в 2014 году. Предприятие работает на местный рынок, на экспорт, поставляя электротехническое оборудование. Пока три сотни работников в перспективе 800 и такие объекты – это налоги, занятость и социальные отчисления. Примеров можно еще несколько привести, но ясно одно – область развивается, но этого, к сожалению, недостаточно. Нужны новые инвестиции, новые объекты экономики. Об этом говорил и Аким области. В части общего объема производства промышленной продукции у нас есть снижение на 4,6%. Вы все знаете, что это, конечно, в первую очередь зависит от объемов добываемой нефти, конденсата и газа. Мы добыли на 471 тысячу нефти и конденсата меньше и на 91 миллион кубов газа меньше. Это две основные наши компании – Кипио Биви и Жаик Мунай. Также это связано с низкой производительностью скважин по причине обводненности пластов. Такая ситуация наблюдается не только в нашей области, но и в других нефтегазовых регионах, включая Казаординскую и Магисталскую области. В целом с 2015 года введено 32 объекта на 91,3 миллиарда тенге. Создано 1500 постоянных рабочих мест, продукции стало больше по сравнению с прошлым годом. Вы знаете, что по поручению Ельбасе на поддержку отечественных экспортеров было выделено 500 миллиардов тенге. Данная сумма предназначена в первую очередь для льготного финансирования, экспорта ориентированных предприятий, предоставления государственной гарантии, маркетинговой продвижения продукции, возмещения транспортных расходов наших экспортеров до границы. К сожалению, у нас всего лишь три компании по всей области используют экспортную поддержку. Это Крубли, Стеклосерый, Сказар Макром. Я считаю, что у нас очень большие резервы здесь. В других регионах проблем тоже хватает, а в нашем есть ряд других, не менее важных, помимо экспорта. Это слабая работа по части ГЧП, большая изношенность электросетей, очереди на жилье, некачественные дороги, водоснабжение, газификация и так далее и тому подобное. Одним словом, работать есть над чем. Самое главное, чтобы все это было не просто исправлено, а исполнялось вовремя и без помех, которые создают те, кто в первую очередь должен отвечать за воплощение экономических планов в жизнь. Сегодня прошла в ней очередная 27-я сессия областного маслехата. Одним из вопросов стало уточнение бюджета. Депутаты одобрили выделение средств на строительство музыкальной школы в городе Туркестан, Туркестанской области. На сессии выступил Аким Западно-Казахстанской области Галий Скалиев. Выступая перед депутатами Аким области, Галий Скалиев подчеркнул, что одна из главных задач исполнительных органов – это привлечение инвестиций в экономику. В Казахстане выделено 600 миллиардов тенге на поддержку отечественных производителей. Местные бизнесмены получат только 0,5% от этой суммы. Экспорта ориентированных проектов в регионе явно недостаточно. Аким области призвал проектировщиков и подрядчиков эффективно осваивать бюджетные средства, чтобы не получилось, как в одном из районов региона. В проектах не оказалось подогревателя горячей воды. То есть люди зимой, дети моются холодной водой. Отопление есть, а двухконтурный котел поставили, забыли, или отдельный обогреватель забыли поставить. То есть здесь ни заказчик не посмотрел проект, и подрядчик попался такой, которому все равно, что там в доме творится. Соответственно, в итоге мы пожалели 50 тысяч тенге, а люди без горячей воды находятся. Еще одна важная проблема – это долги населения перед АО «ЖАИК Теплоэнерго». Они превышают 460 миллионов тенге. Коммунальщики не могут расплатиться за газ САО «Кастрансгаз Аймак». У нас огромная задолженность перед «Кастрансгазом» за потребленное сырье. Из-за мошенничества менеджеров компании мы задолжали 2 миллиона долларов США. И сейчас не можем рассчитаться. Есть угроза, что нас могут отключить. Сейчас договариваемся с ними, но опять же вместе с депутатами нам надо сейчас садиться и думать, как из этой ситуации выходить. Был затронутый вопрос передачи в доверительное управление ТО «Баты Суарнасы». За последнее время произошло 9 аварий на сетях водоснабжения и канализации. Не лучшая ситуация и в электроэнергетике. 80% у нас изношенность составляет. Вы знаете, мы в РЭК отдали 100% акции в управление энергетической компании «Казак Энерджи». Здесь есть у нас, конечно, вопросы. Мы сейчас в Министерстве энергетики будем обсуждать, как эту проблему решить. То есть для того, чтобы восстановить эти сети, очень большие деньги нужны. У этой компании, насколько я знаю, таких денег нет. И договор с этой компанией у нас составлен, скажем так, не совсем качественно. Депутаты также обратились к главе региона с проблемными вопросами. Дипломы на цену по программе отправляем специалистов. И мы уже который год не выделяем даже подъемные, не говоря о том, что жилье мы обеспечиваем. Поэтому они убегают обратно. Также мы не выделяем гранты для подготовки специалистов для этого же села. Более того, те, которые мы подготовили за гранты из областного бюджета, которым мы компенсацию не дали, жилье мы не обеспечиваем, они обратно возвращаются. Теперь за ними гоняется финансовый центр, чтобы они вернулись в средства, которые мы потрачены на их обучение. Если раньше, когда облгаз был в коммунальной собственности области, то пуск газа в дом стоил 800 тенге, там одногазовая плита и печь, вы знаете, то сейчас эта же услуга стоит 12 тысяч тенге. Рост цены в 15 раз. Это уму непостижимо, если этот ум – рассудок здравый. Такая же ситуация с подключением дома к газу. Если раньше это стоило для жителей аула от 70 до 120 тысяч, то сегодня это стоит 400, 600 и выше тысяч. Депутаты одобрили выделение помощи жителям Туркестанской области. В рамках исполнения поручения первого президента Республики Казахстан на строительство музыкальной школы в городе Туркестан, Туркестанской области, предложено строительство музыкальной школы и предлагается направить 484 миллиона тенге, которые сейчас депутаты одобрили. Также Аким области призвал госорганы отказаться от имиджевых проектов и работать на благо жителей региона. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске прошла очередная широкомасштабная акция «Приемные на дороге». Полицейские разместились на площади имени Чапаева, возле торговых домов Айжан и Женис, а также во дворе жилого дома по улице Курман-Газы-173 и других местах. Какие вопросы граждане задавали правоохранительным органам, расскажут наши корреспонденты. Приемная на дороге проходила с 9 утра до 7 часов вечера. С начала года департамент полиции по поручению министра внутренних дел проводит эту акцию в четвертый раз. Все обращения граждан берутся на контроль и по мере возможности выполняются. Например, граждане просили установить в районе пединститута и по улице Сырымодатова регулируемые пешеходные переходы. Это и другие просьбы людей были выполнены. В рамках данной акции мы призываем жителей области неукослительно соблюдать правила дорожного движения. В настоящее время на дорогах области наблюдается снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 7%. Но при этом возросло количество дорожно-транспортных происшествий на 10% и количество раненых людей в них на 28%. С участием детей в области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один ребенок погиб и 34 получили травмы на отличие степени тяжести. Полицейские сообщили, что больше всего люди интересуются наличием штрафов, а также просит установить пешеходные переходы. После сотрудники правоохранительных органов выезжают на места, обследуют и дают ответ. Большинство вопросов решаются прямо на месте. С недавнего времени в этой акции стали принимать участие участковые инспекторы, которые также могут ответить гражданам на все их вопросы. Есть такие вопросы, которые встречаются, где нарушение тишины в ночное время суток, где молодежь устраивает в машинах, слушает громко музыку. Также объясняем им, какие нужно действия с какой стороны принимать, чтобы предотвратить это. Акция «Приемная на дороге» определенно нравится жителям областного центра, ведь они напрямую могут внести предложение или задать вопрос полицейским, не записываясь на прием. Олег Великий, Мирбулат Жгопаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Две трети жителей города Аксай и Бурлинского района не платят за вывоз мусора. И сейчас Аксай утопает в отходах. Сервисные компании одна за другой отказываются исполнять взятые на себя обязательства. Жители города прислали видео к нам в редакцию. На нем видно, что контейнерные площадки переполнены мусором. Вывоз мусора – это один из самых больных вопросов для Аксая. Эту сферу сейчас передали в конкурентную среду. Государство уже не может держать на балансе подобные предприятия. Но люди в экономических вопросах разбираться не хотят. Они желают жить в комфортной среде уже сейчас. Мы здесь гуляем с маленькими детьми. Вонь невыносимая. Бегают кошки, собаки. А недавно мы заметили крыс. Это очень страшно. Они – разносчики болезней. Я сама регулярно плачу за вывоз мусора. Почему мы должны жить в таких условиях? В Акимате Аксай отметили, что знают о проблеме. Мусорный полигон, построенный в 80-х годах прошлого века, уже переполнен. Всё дело в неправильном захоронении твёрдобытовых отходов. В Акиматом районе Бурлинского района проводится ряд мероприятий. Такие как по ограждению, по установке весов, по приобретению и монтажу сортировочной линии, по установке дисбарьера, чтобы каждая машина заезжала, мусоровоз заезжал и выезжал через определённый дисбарьер. Кроме этого, очень сложная ситуация, так как вывоз мусора с населения относится к конкурентной среде. Этот вид бизнеса очень слабо развит в городе Аксай. Последние месяцы вывозом мусора в городе занималась компания Аксай Грин Сервис. Но сейчас предприниматели ушли из этой сферы деятельности. Публичный договор появился от компании Дэйм Сервис о своём намерении вывозить мусор с населения. В Аксай насчитывается более 40 тысяч человек. Тариф на мусор 200 тенге с человека. Простая арифметика. Каждый месяц население должно платить около 8 миллионов тенге. Фактически собираемость 1 миллион 800 или 2 миллиона тенге. Стоит отметить, что списки должников уже публиковались в соцсетях. Но должного эффекта это не принесло. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня на опытном участке Уральской сельхозопытной станции города прошёл День поля. В нём принял участие Аким Западно-Казахстанской области Галий Скалиев. Главы региона продемонстрировали образцы современной сельхозтехники и рассказали о новых технологиях, которые берут на вооружение местные аграрии. По традиции День поля проводится в разных местах. На этот раз выбран опытный участок сельхозопытной станции, которая расположена вблизи Уральска. Это место встречи руководителей крестьянских хозяйств, компаний, поставляющих технику и оборудование для сферы агропрома, а также учёных. По области за последние 15 лет где-то около 8 центнеров. Можно ли при такой урожайности вести какой-то бизнес, что-то покупать и думать о будущем? Конечно, мы вот на дне поля думаем, что можно сделать, чтобы поднять урожайность, улучшить финансовое положение наших фермеров. Ну и, конечно, какую нишу мы можем занять на рынке этом? Фермеры отмечают, что с каждым годом обновляется парк техники. Но стоит она недёшево. Комплексы иностранного производства доходят в цене до несколько сотен миллионов тенге. А самая большая проблема для сельхозпроизводителей не меняется год от года. Это отсутствие залога для получения кредитных средств. Поддержка есть она, конечно, в любой сфере. Через субсидии, через приобретение техники, обновление сельхозтехники, потом племенное преобразование по животноводству, семенное обновление семян, сорта смены. Например, вот сегодня проводится семинар-совещание на базе уровня сельхозпроизводителей санкций, показывает новые сорта. Здесь же на выставке рассказывают про систему «Электронный пастух». Она позволяет ограничить передвижение животных при помощи современных технологий. Из интересных инноваций, которые применяются сейчас на территории Западно-Казахстанской области, можно отметить систему «Электронный пастух», которая очень здорово помогает крестьянским хозяйствам. Наша организация смонтировала два таких электропастуха в этом году. Применяются они в южных районах Западно-Казахстанской области в общей площадь 16 тысяч гектаров. А представители этой компании занимаются уничтожением вредителей. Используются препараты, безвредные для человека. Мы являемся подрядчиками сельхозуправления. В этом году выиграли тендер по 12 районам. Обрабатываем сейчас нестадную саранчу по 12 районам. А также мы являемся подрядчиками управления жилищно-коммунального хозяйства. И в этом году тоже выиграли тендер на обработку комаров. Сейчас, на данный момент, производится обработка по саранче и по комарам. На дне поля аграриев призвали активнее сотрудничать с местными вузами и опытными станциями. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Чем пахнут ремесла? Уральский прошла очередная ярмарка вакансий для молодежи. И это не просто очередное мероприятие, а эффективный инструмент для трудоустройства, а также для развития экономики, который нуждается в новых кадрах ежедневно. Популярны прежде всего технические специальности. Есть место и для творческих профессий. Молодых специалистов встретили работодатели почти всех сфер. О самых востребованных специальностях расскажет наш корреспондент Гульнар Умарова. Не у всех пришедших сегодня претендентов высшее образование. Есть немало тех, кто обрел среднеспециальное в колледжах, либо пришел после окончания школы. Тем не менее, работы есть по очень многим профессиям, говорят потенциальные работодатели. Не случайно ярмарку вакансий организуют каждый год, чтобы возможность была у всех, кто обратился. Безработица у нас по первому кварталу 2019 года 2,8%. Это из 140 тысячи молодежи рассчитаны. Данное мероприятие, думаю, проводится для нашей молодежи региона, и не только для молодежи, и более расширено. Потому что у нас есть, которая нигде не работающая молодежь, нигде не обучалась. И в рамках года мы проводим в каворкинг-центре различные мероприятия, профориентацию даем и обучаем через Центр занятий. Особенность ярмарки, пожалуй, в том, что сельские работодатели прибыли в город в поисках специалистов. А потому у молодежи сегодня была возможность не только устроиться в областном центре, но и отправиться в районы, где молодым, по словам представителей предприятий, созданы все условия. Стоит вспомнить только госпрограмму с дипломом в село и другие, дающие жильё и хорошие подъёмные. Нам нужны специалисты широкого профиля. Это и водители, мастера по оборудованию, по перезарядке огнетушителей и установщики автоматического противопожарного оборудования. Зарплата в пределах 80-90 тысяч тенге, а где-то и до 100 тысяч доходит. А нужны нам только мужчины, потому что эта работа опасна и требующая большой выносливости. При желании можно найти вакансию в сжатые сроки, говорят работодатели. Между прочим, за последние два года более 11 тысяч молодых людей были устроены и как раз благодаря таким ярмаркам. Результаты этой будут известны позднее. Гульнару Мару, Монарбек Кушалиф, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске с начала 2019 года земельные торги проводят в онлайн-режиме. Для участия в аукционе на приобретение права аренды участков бизнесменам не нужно приходить в Акимат. Все операции проводятся на сайте зем.кз. На днях прошел уже четвертый по счету аукцион в онлайн-режиме. В городском отделе земельных отношений отметили, что сейчас кадастровая стоимость одного квадратного метра земли составляет 1560 тенге. Плюс к этой сумме есть поправочный коэффициент, который начисляется в зависимости от места расположения участка. Продали четыре участка с минимальной ценой на 66 961 тенге. И с самой максимальной ценой это у нас на согласии 9 172 800 тенге. С начала года бюджет был получен свыше 17 миллионов тенге из четырех аукционов. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» приглашает всех гостей и жителей города посетить магазин, в котором вы найдете все, что вам нужно. От мелких бытовых приборов до крупногабаритных. К тому же только с 16 по 21 июля в магазине можно приобрести товар со скидкой в 50% на каждый третий товар в чеке. Мечта – это качество во всем. В этом магазине рады каждому покупателю. Здесь помогут выбрать товар. Если вам сложно определиться в выборе, а такое возможно, ведь в магазине представлен широкий ассортимент от мелких до крупногабаритных предметов для дома и офиса. Нужна новая сковородка или захотели телевизор с диагональю побольше? Отправляйтесь в мечту. Здесь квалифицированные продавцы предложат только качественную продукцию и хорошую скидку. Уважаемые жители и гости города, 16 по 21 июля берите все с большой скидкой. 50% на каждый третий товар в чеке. Вас ждут низкие цены, огромный ассортимент товаров и возможность оформить все это в рассрочку. Приходите, мы будем рады вас видеть. На сегодняшний день компания является одной из ведущих торговых сетей по продаже бытовой техники в Казахстане. Здесь продают только сертифицированную технику от мировых брендов, с заводской гарантией и последующим сервисным обслуживанием. Не упустите свой шанс. Приходите в магазин «Мечта», совершайте приятные покупки, получайте скидки. Адреса магазинов «Мечта» Курмангазы 69, торговый дом «Азиза» и Срымодатова 10, дробь 1, торговый дом «Премиум». Это было все, о чем мы хотели вам рассказать к этому часу. Но я напомню, что новости на телеканале ТДК-42 доступны и в электронном формате в интернете по адресу www.tdk42.kz Всего вам самого доброго, не переключайтесь, оставайтесь на телеканале ТДК-42 и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok